МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Прогулочный омик потерпел крушение в районе Некрасовского спуска. В акватории Волги прошли учения МЧС. В тесноте да не в обиде учеников аварийной 46-й школы распределили в школы по всему микрорайону. В областную столицу на перевоспитание со всей России. Самарская область стала экспериментальной площадкой, где начал работу исправительный центр для впервые осужденных. Более 5 миллиардов рублей налогов в областной бюджет. Малые и средние бизнесы производят почти четверть от всей продукции региона. Гагаринские и Металлурговские подружились. Слухи о конфликте лебедей, перевезенных из парка Металлургов, пара Гагарина не подтвердился. И пассажиров спасти, и теплоход не потопить. В фарватере Волги в районе Некрасовского спуска утром потерпел крушение прогулочный ом. Учение провели сотрудники МЧС. Как это было, расскажет Сергей Кизоркин. Буквально 5 минут назад мы приехали на набережную, чтобы снять осенние планы. И тут по Волге шел теплоход, который неожиданно задымился. Люди стали просить о помощи. Буквально через 5 минут на набережной оказались спасатели МЧС. Пока на пляже разворачивался штаб оперативных городских служб, в панике с полубы корабля выпрыгнули два человека. Патруль ГИМС выловил пострадавших и доставил их на берег. У Ивана Иванова сломана нога. Повредил аборт корабля, когда бросился в воду. А скажите, а как вы в воде оказались? Я испугался, было страшно. Огонь был. Я прыгнул. В воде не замерзли? Холодная вода? Холодно. Вовремя спасатели подъехали. Спасли. Оказалось, что кораблекрушение – это всего лишь сценарий командно-штабных учений МЧС. На Омике было 40 пассажиров и команда. Всех доставил на берег спасательный отряд Самары. На пляже людям оказали первую помощь сотрудники медицины катастроф. Основные травмы – перелом ног и рук, отравление от дыма. Есть там пострадавшие, потому что в дыму люди могут и чем-то надышаться, и налететь на какие-то препятствия и так далее. Катерами их эвакуировали до берега, а, соответственно, отсюда спасатели совместно с пожарными доставили в докорец скорой помощи для врачей, которые их осмотрели, и, соответственно, часть людей в лечебное учреждение увезли, а часть людей в прибывший автобус для обогрева. Марк Гулевич ехал на Омике, как обычно, после работы домой в Ширяево, но, по легенде учений, во время взрыва на корабле получил сотрясение мозга. Я шел и ударился о потолок. Оперативный штаб Самарского областного центра медицины катастроф получил сообщение о терпящем бедствии теплоходе примерно в половине девятого утра. И уже через 20 минут шесть экипажей скорой помощи и бригады экстренного реагирования развернулись на пляжи и помогали пострадавшим. Произведена регистрация пострадавших, осуществлена эвакуация. Все пациенты распределены по больницам. В больницу Пирогова отправлено 12 человек, в больницу Середавина отправлено один ребенок. В это время на пляже уже работал оперативный штаб МЧС, полиция, поисковики и представители городской власти. По предварительным данным произошло возгорание и взрыв топливного бака. Целостность корабля не повреждена была, поэтому было принято решение осуществлять тушение пожара на плаву, то есть на якоры. Все оперативные службы сработали на твердую четверку. Подобные учения только на других видах транспорта и в жилых кварталах в ближайшее время пройдут и в других городах и районных центрах Самарской области. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Учебный процесс без перерыва. 705 учеников аварийной 46-й школы, которой требуются капитальные ремонты, распределены по другим образовательным учреждениям. Все они находятся в том же микрорайоне, поэтому обучение проходит с минимальными потерями. В каких условиях учатся вынужденные переселенцы, проверили представители городского департамента образования. Вам здесь все хорошо учиться? Да! Поднимите руки, кто из вас кушает в столовой. Да, конечно. Что сегодня давали на завтрак? Вечер, 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 вечер. Все лучшее первоклашкам. Восемь начальных классов из аварийного здания 46-й школы перевели в учебный центр РЖД. В здании с хорошим ремонтом хватило места и для классов с игровыми зонами, и для гардероба, и для столовой. Сейчас с директором прошли, посмотрели, как занимаются дети. Все-таки осень, у нас последняя неделя перед каникулами, заканчивается четверть. Видите, какие большие классы, полные детей. Дети почти в полном составе, и они здесь уже, в общем-то, адаптировались. Больше всего новых учеников принял техникум сервиса производственного оборудования. 12 классов с 5 по 11 распределили на две смены. Несколько классов перевели в центр дополнительного образования подросток, колледж связи, 20-ю школу и Самарскую гуманитарную академию. Все эти здания находятся буквально в пределах одной улицы советской армии, чтобы было удобно и детям, и родителям, и учителям. И, конечно, мы видим необходимость и задачу более компактного размещения детей, и ищем место и возможность перевести их в те места дислокации, на которых мы сейчас располагаемся. Происходит перемещение учителей, но здесь необходимо было провести, выстроить определенную логику составления учебного расписания, так, чтобы учителям было наиболее удобно и комфортно перемещаться. Все возникающие вопросы решают вместе с родителями, которые пришли встречать детей после занятий. Здесь устраивает занятие, и всем рядом. То, что в какую-то другую школу, как говорят, за тысячу верст, это из-за одной физкультуры не стоит. Надо вам решить, что, ну, как скажем, что для детей для вас важнее, скажем, подвоз или какие-то временные неудобства. Ну, физкультура, конечно, я согласна, что это плохо. Нас условия очень даже устраивают. Мы считаем, что вообще наши дети сейчас вообще в тепличных условиях находятся. Здание 46-й школы пока закрыто. Сейчас идет подготовка к составлению сметно-технической документации. Школу ждет капитальный ремонт. Олеся Корецкая, Станислав Левин, события. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила главу 63-го региона за успешную работу в Верховной Палате Российского Парламента. Дмитрий Азаров был приглашен на заседание Совета Федерации, где в течение трех лет в статусе сенатора от Самарской области возглавлял Комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Валентина Матвиенко поблагодарила в Рио губернатора за профессиональную работу и пожелала успехов на новой ответственной работе. Дмитрий Игоревич такой яркий, современный, молодой политик, но при этом уже имеющий опыт работы и хозяйственной мэром Самары и в других сферах. И он состоявшийся политик, человек со своим мнением. И мы очень рады, что Совет Федерации становится все более и более признанной такой площадкой, кадровой площадкой для роста людей, которые себя проявили на федеральном уровне. Я уверена, что у вас будет хорошее, большое политическое будущее. Я возвращаюсь в свой родной регион на работу. Я уверен, что Самарская область, как, впрочем, и все субъекты Российской Федерации, всегда найдут в Верхней Палате Парламента помощь, понимание и поддержку. Я благодарю вас, я желаю вам успешной и благотворной работы. Профессиональный праздник транспортного цеха. Дата приходится на День автомобилиста в выходные. А сегодня в Самаре чествовали сотрудников городского пассажирского транспорта. Водители-кондукторы, электрики и автомеханики получили награды. На торжественном собрании побывал и Олег Зверев. Они выходят в рейс, когда город еще спит. Под стук трамваев и мотор автобусов в Самару приходит утро. И первыми, куда приходят жители, это салоны общественного транспорта. Профессиональный праздник сотрудники городских дорог будут отмечать в предстоящее воскресенье. А сегодня их уже поздравляли на торжественном собрании. Им вручили областные и городские награды. Майя Зуева – водитель трамвая первого класса. Уже больше 20 лет в профессии. Есть любимые пассажиры и восторг, что нет дороги окончания. Сможешь в вечернее время, да, реально. С каждым годом наш город становится все красивее, ярче. Когда я начинала, улицы вообще не освещались. Было темно. А сейчас каждый раз едешь по маршрутам, по разным. Сможешь, как все-таки разросся, наш город очень красивый стал. Восхищение берет, восторг. Награды вручили первые лица города и области. Общественный транспорт играет стратегическую роль в жизни города. А в дни проведения чемпионата мира по футболу именно на транспортника возлагается главная миссия – доставить гостей и болельщиков к месту проведения игр. С каким настроением, с каким подъемом душевным встречать будете туристов и гостей других регионов, будет зависеть и общее впечатление о нашем городе. Я хотел сказать огромное спасибо нашему правительству региональному, которое помогло нам купить дополнительный подвижной состав. 175 единиц подвижного состава появилось в городе. Это и автобусы, это и трамваи современные, и троллейбусы. В Самаре сегодня строятся мосты и развязки. Большая часть городских дорог уже приведена в нормативное состояние. Впервые за много лет прокладывается новая трамвайная линия. Профессии водителя становятся престижные. Во всяком случае, так считают те, кто много лет за рулем. Оксана Лебедева продолжает династию водителя троллейбуса. 450 тысяч километров без аварийного вождения. Награждена специальным нагрудным знаком. С машиной на «ты» уже много лет. Это была мечта моего детства, потому что у меня мама водитель троллейбуса. Я с ней очень времени много проводила, и поэтому это стало моей мечтой. Мне это очень нравится. Особенно люблю по вечернему городу ездить. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Принудительные работы в наказание за кражи и мелкое мошенничество. Самара стала одним из регионов, где в экспериментальном режиме работает исправительный центр. Сюда отправляют тех, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести. О том, как осужденных наставляют на путь, истинный репортаж Алины Чемерес. Это мое спальное место. Каждое утро мы встаем в 7 утра, поправляем кровать, чтобы все было ровно, все супер. Новым домом исправительный центр для Максима Насибулина стал в июле. Жить ему здесь 6 месяцев за то, что не захотел год служить в армии. Молодой человек осужден за уклонение от воинской службы. Рассказывать прослыть нарушителям даже и не думал. Просто настолько бурно отметил проводы, что с утра не смог проснуться и пропустил армейский поезд. Вызвали меня через полгода на суд и дали штраф в 20 тысяч. На этот штраф я, грубо говоря, забил. Не оплачивал, ничего не делал. Ошибку, если честно, свою я понял еще тогда, когда не стал. Просто там уже сделать ничего нельзя было. Но как бы да, ошибка есть, я сам приехал исправлять себя. Исправительные центры в 17-м году начали работать в 11 регионах страны. Пока в экспериментальном режиме. Это новый вид наказания. К принудительным работам приговаривают за впервые совершенные преступления небольшой и средней тяжести. Сейчас в исправительном центре при 10-й колонии трое осужденных. В том числе из других регионов. Помимо уклониста еще вор и мошенник. Где они будут трудиться, решает администрация центра. На работу в буквальном смысле далеко ходить не надо. Все трудоустроены в колонии разнорабочими. Получают зарплату, равную мрот. Всего центр рассчитан на 35 человек. По правилам живут осужденные здесь, питаются и оплачивают электроэнергию из своего кармана. В тот момент, как он пребывает, мы с ним проводим, соответственно, беседы. О том, что какие здесь правила, какие у них права, обязанности, что им запрещено. Какие меры дисциплинарного воздействия за то, что они могут нарушить правила внутреннего распорядка. Если он будет в алкогольном опьянении, то это будет сразу же замена лишения свободы. В первую очередь, им запрещено пить и покидать без разрешения администрации исправительного центра. Свободы у здешних осужденных достаточно. Им разрешено иметь сотовые телефоны, компьютеры, банковские карты, получать посылки. К ним беспрепятственно пускают родственников. Чтобы организовать досуг в исправительном центре есть библиотека и спортзал. В свободное время мы занимаемся спортом, чтобы держать форму. Если кто-то занимается железом, я лично на грузьях люблю делать. Срок пребывания в исправительном центре может достигать пяти лет. Чтобы у осужденных не случилось депрессии или нервных срывов, на протяжении всего времени с ними работают психологи. Диагностика, психокоррекция, арт-терапия. Все, что мы используем в своей работе. У них даже случаются какие-то семейные проблемы. То есть мы работаем и созвонимся с родственниками, решаем какие-то такие вопросы. Допустим, они обращаются по личному. Не только, что связано с этой категорией, что они здесь. Главная задача сотрудников исправительных центров – выстроить воспитательную работу так, чтобы осужденные больше не совершали ошибок. Что касается Максима, уже в январе он вернется в родную республику Мариэл. Говорит, намерен пойти служить по контракту. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя могут быть отменены. Для этого необходим региональный закон, который собираются принять губернские депутаты после некоторых изменений своих полномочий. Подробнее об этом расскажет Олеся Корецкая в экономической рубрике. Здравствуйте. Цена на нефть поползла вверх. За баррель марки Brent дают 58 долларов 12 центов. Курс валют на 26 октября. Доллар 57 рублей 61 копейка. Евро 67 рублей 77 копеек. Золото стоит 2366 рублей. Серебро 31 рубль 54 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 70 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 55 копеек. Центробанк ужесточит контроль за работой пенсионных фондов. Они обязаны будут информировать людей обо всех денежных перемещениях. Процентную ставку по ипотеке снизят до конца года 40% российских банков. А депутаты губернской думы намерены вернуть Самарскому региону полномочия контролировать работу предприятий общепита с алкоголем. Сейчас в области действуют федеральные нормативы, а регион должен сам контролировать ситуацию, считают народные избранники. Изменения могут начаться уже в ноябре. На этом все. И пусть дела идут в гору. Все больше достопримечательностей в Самаре. На фасадах сразу двух домов появились огромные портреты известных во всем мире людей. На стене дома 43 по улице Демократической нарисован портрет Юрия Гагарина. Над ним работали самарские художники. А на улице Нововокзальная портрет советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. Это труд художников из Москвы. Лариса Шалафаст встретилась с одним из авторов уличного шедевра. Над портретом легендарного самарского конструктора работали почти две недели, рассказывает художник Максим Иванов. Основной акцент сделали на цвета. В портрете специально использовали синий лазурный киноварь, чтобы передать динамику, настроение взлета и движения. Важная композиция. Портрет осознанно выполнен в плакатном стиле, чтобы передать настроение советской эпохи. И состоит из двух планов. Это сам портрет и фон, на котором изображены фрагменты оригинальных чертежей ракеты «Союз». Во время работы не обошлось без мистики. Так совпали обстоятельства, что два дня шел дождь, и поэтому наша работа немножко сместилась. Мы два дня не могли рисовать. А в результате работу мы закончили 4 октября 2017 года. И так не запланировано совпали обстоятельства, что именно 4 октября 1957 года эта ракета вывела спутник на орбиту планеты Земля. Основой для портрета послужил снимок из семейного архива. На фотографии легендарному конструктору чуть больше 40 лет. На официальном снимке он серьезен и собран, как и подобает советскому ученому. В семье же, рассказывает дочь всемирно известного конструктора, Дмитрий Ильич был добрым и мягким человеком. Это и сейчас читается в его взгляде на портрете. Мне уже звонили знакомые, так сказать, говорили, что видели. Похож. Мы тоже приезжали, посмотрели. Похож. И хорошо, что обычно как-то за очками получается, глаза не очень хорошо видны. А здесь все прописано хорошо. На этом плакате акция не заканчивается. В планах фонда капитального ремонта в следующем году нарисовать на фасадах домов Самары портреты Петра Алабина и Валерия Грушина. В парке Гагарина замерзают лебеди, перевезенные туда на время ремонта парка металлургов. Такая информация появилась в интернете. Некоторые сообщали даже, что грациозные птицы и вовсе пропали. Разобраться в ситуации на место событий отправилась Инесса Панченко. Переехали сюда все семьей, шутит зоотехник Елена Павлова. 12 птиц, 2 кота и 2 сторожа. Раньше лебеди всей стаей проводили зиму в Самарском парке «50 лет октября». Старое название – парк металлургов. Там для них был оборудован специальный домик. Необходимость переехать возникла в связи с капитальным ремонтом парка. Они у нас, конечно, здесь поживают хорошо. Кормим мы их два раза в день. Подкармливаем сейчас. Бывает тоже до двух раз. И зерно, и трава, конечно, нам люди приносят, помогают. Устроили им гнезда, они садятся на гнезда. В рационе лебедей пшено, каша, овощи и рыба. Для хорошего зрения – витамин А, содержащийся в моркови. Птицы способны хорошо переносить температуру до минус 15 градусов. Благодаря усиленному питанию они накапливают энергию и мало двигаются. Но сотрудники все же переживают за старого лебедя по имени Василиса. Поэтому она ночует в домике вместе со сторожем и кошкой. Согласно первому этапу капитального ремонта парка имени 50 лет октября, подрядчик должен завершить работу по лебяжьему дому до 31 октября. То есть мы планируем конец этой недели, начало следующей лебедей перевести. В парке 50 лет октября для птиц заканчивают строительство так называемой лебяжки – теплого зимнего домика с вольерами для ночевки. Меньше чем через неделю все пернатое семейство вернется домой. Для того, чтобы не травмировать птиц, их аккуратно перевезут в закрытых ящиках. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События. Все как у людей. Решить демографическую проблему тиграм из зоопарка не позволял квартирный вопрос. Сегодня там отметили необычное новоселье. Амурские тигры, кактусы, кассандра получили новое жилье – просторный вольер площадью 250 квадратных метров. Амурский он же уссурийский, он же сибирский. Дальневосточный тигр-кактус лучше представителя своего вида. Занесен не только в красную, но и племенную книги. В Самарском зоопарке кактус в одиночестве живет уже 10 лет. Площадь его жилища была очень маленькой. По клетке зверь мог сделать лишь пять шагов. В прошлом году из Новосибирска привезли тигрицу – кассандру. Но содержать пару племенных тигров в маленьком вольере правилами запрещено. Да и не станут они там размножаться. Решить квартирный вопрос помогла компания «Газпром Трансгаз Самара», оказав финансовую помощь на строительство нового вольера. Есть программа развития амурских тигров, и то, что мы туда еще не вошли, мне это удивило. И было предложено для того, чтобы создать эту семью, надо было расширить вольер. Мы смогли расширить ее территорию, сделать ее в 10 раз больше, чем она была. Она сейчас по всем нормам соответствует, нормам для развития амурских тигров. И хочется надеяться, что и кассандра, и кактус найдут друг друга для того, чтобы мы полноценно могли сказать, что мы создали семью тигров. В природе амурские тигры живут по-одиночке. У кассандры и кактуса пока отдельные квартиры. Какое-то время животные будут обнюхиваться через решетку, а когда сотрудники зоопарка убедятся, что пара настроена благожелательно, заслонку между вольерами поднимут. Пока тигрицы настроены к жениху немного агрессивно, но шансы на взаимность велики. Как и у людей. Только люди могут между собой договориться словами, подарить цветы, еще что-то. А здесь понравилось, не понравилось. Но тфу-тфу-тфу, скажем так, плюнем через левое плечо. У нас в зоопарке сколько пар образовывалось, они всегда приносили потомство. И всегда нравились друг другу. Главный зоотехник утверждает, что 10-летний кактус – тигр в самом расцвете сил. Он тяжелее своей невесты ровно на 100 килограмм. Его вес выше среднего, и, возможно, Кассандра оценит это по достоинству. Перспективы расширения жилплощади есть и у других обитателей Самарского зоопарка. Вообще стоит вопрос о том, чтобы в ближайшие годы, ну, ясно, что это не за один год делается, мы получили полноценный зоопарк, где все животные смогут жить в не менее комфортных условиях, чем вот те два тигра, которые у нас за спиной. И тогда это действительно стало бы интересно и для жителей нашей области, и для приезжающих сюда туристов. Потому что, ну, таких по-настоящему хороших зоопарков мирового уровня у нас не так много. Инесса Панченко, Василий Колдашов, События. 16-й всероссийский турнир по бадминтону «Самарская осень» стартовал в областной столице. За медали сражаются 70 спортсменов из 8 регионов. Какие шансы на победу у сборной Самарской губернии, знает Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Казань, Чистополь, Нижний Новгород, Уфа, Воронеж, Краснодар, Саратов и Самара. Три дня на Фокимаяк сражаются за медали всероссийского молодежного турнира по бадминтону «Самарская осень». Спортсменам нет и 15 лет, но борьба уже с первого стартового матча показала. Сборная Самарской области сильна традициями и готова подняться на высшую ступень пьедестала почета. Бадминтон для нашего региона – вид исторический, базовый для развития в Самарской области. Конечно, для нас это очень важно, что к нам приезжают гости из других субъектов, что в этом виде спорта мы традиционно сильны, что мы можем составить конкуренцию другим областям, и что нам доверяют проведение мероприятий всероссийского уровня. Четыре возрастные категории, пять номинаций, медали и рейтинговые очки Национальной федерации бадминтона разыграли спортсмены в личном и парном зачетах, а также в микстах – смешанные пары. Самарский турнир входит во всероссийскую серию гран-при. Финалисты и призеры Самарской осени определятся в четверг. Для этого теперь существуют все условия. Бадминтон очень хорошо прижился на Самарской земле, имеет хорошее развитие по спортивной части. Прекрасный зал на сегодняшний момент, маяк, я считаю, условия очень хорошие. И тренировочные поля, и тренировочные раздевалки, и освещение. Пример для подражания у Самарской молодежи отличный. Накануне сборная региона успешно выступила на чемпионате страны, второе место. Двое игроков выполнили норматив мастера спорта и вошли в национальную сборную. Вообще, самарские бадминтонисты – сильнейшие в стране. В каждом возрасте есть свои чемпионы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего вам доброго! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!